Народ, всем привет! С вами я, Иван Галкин, на канале «Строю дом». И сегодня я хочу рассказать вам о продолжении нашей стройки, о том, как же все происходит и получается, о том, как мы подготавливаемся к новому строительному сезону и как мы подготавливаемся к новому огородническому сезону. Поехали! Итак, сейчас мы с вами находимся в Юлиной комнате, и мы практически закончили эту комнату. То есть поверхность заштукатурена, зашпаклевана, зашкурена, и остались буквально какие-то считанные мелочи, например, как сделать ТВ-розетку, подшпаклевать какие-то неровности совсем небольшие, изъяны, которые здесь получились, и будет комната готова под поклейку обоев. То есть уже мы движемся в этой части дома к финишным этапам. То есть на дворе у нас уже сегодня май месяц, и вот таким вот образом, медленно, но уверенно мы движемся к цели. Про эту комнату я вам рассказывал, она у нас в этой стадии находится уже давно. Здесь мы пока храним некоторые вещи, то есть здесь загрунтовано, зашпаклевано и зашкурено все, сделано электрикой и вентиляцией. То есть по большому счету остались работы, связанные с финишной отделкой этой комнаты. Ну движемся дальше. Также я все зашпаклевал в коридоре, то есть у нас полностью готовы здесь стены. Сделал вот такие прикольные уголки, которые сформировали вот этот вот угол, зашпаклевали его и зашкурили. То есть получается вот таким вот образом от пола до потолка. Также выполнили подобные работы на всех стенах коридора. Коридор занимает тоже достаточно много места. Вышли в зал. То есть здесь у нас тоже все зашпаклевано. Останется немного это дело все зашкурить. То есть шкурить уже начали. Вот. И потихонечку продвигаемся мы с вами в родительскую спальню. Вот, пожалуйста. Здесь я буквально на прошлых выходных закончил шпаклевать. Прибрался немного. Тоже вот таким вот образом получилась очень светлая, ровная, беленькая комната. Которая осталась буквально мелкие работы. Загрунтуем, зашкурим, загрунтуем и подготовим тоже под поклейку обоев или под покраску посмотрим. То есть вот такие получились стены. Здесь я не стал штукатурить откосы. Попробую по-другому их здесь закрыть. Ну то есть закрывать буду все одинаково, но не вижу особого смысла штукатурки. Вот. Таким вот образом все у нас получилось. Вот. То есть примыкание к полу, пожалуйста, можете посмотреть. То есть в принципе выглядит неплохо. Кстати, вот наша с Юлей тут художество проявляется. Надеюсь, их не будет видно, когда мы сделаем финишную отделку. Немного учил ребенка рисовать. Так, дальше. Продолжаем. То есть вот получается, что северная часть дома и три комнаты, они у нас готовы. В зале я даже ни за что не брался. Особо здесь нечего рассказывать. Я хочу рассказать вам сегодня про теплицу. Про то, как мы ее подготавливаем к работам. Давайте выйдем и посмотрим. То есть Олег Васильевич, мой тесть, обработал ее уже, перепахал, перекопал землю там, вынес лишний мусор какой-то там, какие-то лишние вещи. Осталось совсем немного здесь перебраться. Скоро будем обрабатывать ее и высаживать. Вот смотрите, какая у нас тепличка светленькая, чистенькая. Ну там буквально какие-то финишные работы остались. Обработаем ее. Земля. Все высохло здесь. Совсем недавно еще стояла вода. Сейчас здесь сухо. В принципе, то есть можно набирать в бочке воду. Обрабатывать ее каким-то, какой-то шашкой. И все будет круто. Ну вот давайте посмотрим на температуру, которая у нас рядом с открытой форточкой. Сегодня на улице плюс 20 градусов, в теплице 31. И посмотрите, как широко открылись створки теплицы. То есть при 30 градусах вот такой у нас получается. Вот такой у нас получается вариант с проветриванием. То есть створки открыты. И при этом сегодня 22 метра в секунду, друзья. То есть посмотрите, какой ветер сильный. И при этом у нас очень хорошо себя ведут вот эти створки. То есть проветривание идеальное. При этом ничего не выламывает, не отламывает. Когда я использовал для этих целей дверь. Вот у меня, я вам рассказывал в одном из предыдущих роликов, что у меня здесь есть элементы. Вот видно, что здесь крепежка была. Здесь была крепежка. И дверь на ветру постоянно делала вот так. То есть она распахивалась. Потом пружина ее тянула обратно. Она пыталась закрыться, короче говоря. В общем, и самое стрёмное, что мы однажды забыли ее открыть на ночь. То есть мы на ночь ее закрыли на замочек. И забыли открыть. И все. И она у нас... Газлифт вышел из строя. Поэтому, как по мне, вот конструкция вот такая. Створок для проветривания, она оптимальна. То есть теплица у нас почти готова. Когда ее засадим, я вам расскажу и покажу. Давайте пройдем на наш огород. Который тоже уже в состоянии боевой готовности. То есть уже зашел лук. Вон какая ботва у нас у лука. То есть мы его уже потихонечку начали кушать. Также у нас зазеленели ягоды. Вот они. Клубника. Самое интересное, что я вспахал землю. То есть я достал мотоблок в прошлую субботу. И вспахал землю под овощи, которые мы будем засаживать под грядки. И вспахал землю под картофель. Также у нас очень активно начали набирать зеленую массу яблони и груши. То есть их прекрасно вот здесь видно, что они все зазеленели. И совсем-совсем очень скоро, я думаю, что через несколько дней на заднем фоне станет повеселее. Также неплохо себя чувствуют наши кустарнички, кружевник, смородина. Все потихонечку набирает уже зеленую массу. И в скором времени природа окончательно проснется. Начнут цвести цветы. И другие растения начнут плодоносить. Вот так что, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если видео понравилось. Увидимся в следующих видео. Всем пока!